Всем привет! Меня зовут Леонид Миндорин и вы на канале Харалук. 50-я юбилейная международная выставка ярмарка охоты и рыболовства на Руси проходит с 9 по 12 сентября 2021 года в пабильоне номер 3 ЦВК экспоцентр. На протяжении 25 лет выставка проходила два раза в год. Сменила площадку, трансформировалась и менялась в соответствии с современными тенденциями. 9 сентября стартовала 50-я юбилейная выставка, которая второй раз состоится на территории ЦВК экспоцентра по адресу город Москва, Краснопресненская набережная 14. По нашей теме мы лишь скажем, что из 34 компаний, указанных на официальном сайте выставки в разделе ножей и аксессуары, нам лично знакомы некоторые, к сожалению, без шапошна, именно по ножам следующие комрады и компании. Вы еще можете постараться успеть их посетить. Итак, Кизляр Суприм, стенд 37, профи-найф, стенд 18, точилка.про, стенд 1.1, волчий век, стенд 40, ворсминский нож, стенды 25 и 39, Златоустовский завод оружейных специализированных сталей, стенд 3. Игорь Юрьевич Пампуха, стенд 19, кузнец приказчиков, стенд 6, кузница Кополь, стенды 14 и 53, кузница Медведь, стенд 24, кузница Назарова, стенд 32, кузница Шишулина, стенд 27, мастерская Семина, стенды 17 и 28, мастерская Ястреба, стенд 31, ножевая мастерская Исток, стенд 20, ножевой двор, стенд 23, Нокс, стенд 16, русский Булат, стенд 26, секира Радослава, стенд 30. Хохолок, он же гребешок, впрочем, лучший хохолок, на самом деле персидский гребень, но вот как это точнее перевести, что они имели ввиду, персидские закорючки или ориентального попугая с хохолком, а может оружие персидского воина? Представляем вашему вниманию Персон Крайстинг от Уильяма Хенри. Когда Уильям Генри выпускает очередную модель ножа, где-то плачет один ювелир. Сталь сердцевины клинка из DP-189 или WG-10 в сочетании со слоями нержавейки и никелевого серебра, из которых получилась запатентованная Уильямом Генри волна Дамаска. Титан космического класса, ну это тот, который идет на детальки всяких там SpaceShip 2 или скажем SpaceX Dragon, на рукояти и прочих сборных элементах. Инкрустация запорных кнопок топазами. Накладки из яблочного коралла с цинковыми вкраплениями, которые создатели гордо именуют цинковой матрицей. Бедный губка, Боб! Она же Милитэя или тайваньская коралловая губка. На ножички пошел. Впрочем, эффект хорош, конечно. Благодаря набору всего, что только в природе может быть твердого, нож позиционируют как единственный на всю жизнь. Судите сами. Сталь ZDP-189 это углерод, хром, ванадий, молебден, вольфрам, еще что тверже знаете. ВГ-10 это молебденово-кобальтовая высокоуглеродная с криогенной закалкой сталь. Топаз один из самых твердых драгоценных камней. Ну а космический титан космонавта юзует. И кораллы, которые вот уже несколько сотен миллионов лет населяют моря и океаны. И на которых держатся не то что острова, целые островные цивилизации. Когда-нибудь лет через тысячу этот ножичек раскопают археологи, немножко заточат и продолжат юзать как обычный нож, мы уверены. Но не в музее же его. Общая длина ножа 142 мм, то есть он довольно компактный. Но сама его форма предполагает, что прятать вы его будете в укромном месте где-то в изгибах вашего тела. Например, в кармане брюк. И только темляк с неизменными Вильям Генриевскими бусинами на конце выдаст его местоположение. Предвкушаем вопрос, а что там у тебя? А у меня там хохолок. Господи, ну почему же такое чудо? Назвали-то так по-дурацки. На днях кузница Назарова выпустила то ли нечто, то ли кое-что. На ум сразу приходят строки классика про не мышонка, не лягушку, а... В общем, первая на наш взгляд тяпка мультитул. Девайс представляет собой небольшой топорик с чехлом, а в рукояти ножевой клинок классической формы и открывашка для бутылок и консервов. Три в одном такое. На вид эстетично. На практике, ну я хз, будут ли наминать руки, ножик и открывашка при активной работе тяпкой. И не отрежет ли себе человек что-нибудь острым тяпочным лезвием? И не испортит ли одежду и безлежащие вещи, когда будет орудовать ножом или открывашкой? В любом случае, эстетия визуально интересная, а вот его функциональность, только на практике и узнаем. В семействе инсектоидов Эйджи и Рассел прибавление. У светлячка появился большой братик, москитный ястрик, он же комар-вногоножка. Что происходит, спросите вы? Да ничего особенного. Эйджи и Рассел объявили о появлении в эксимисте фолдеров дроппоинт нового насекомого, ножа москита Хок. Ну, в дополнение к его более мелкому предшественнику Лайтн Баг. Новый нож того же фасона, что и предыдущий. Хром молибден ванадевая сталь, 8 хром 13 ОМОВИ и черный титановый финиш на клинке. Углеродное волокно на рукояти, анодированный титановый лайнер лок, клипсы из анодированного титана, ну, вообще практически близнецы. Только ястреб чуть подлиннее, 6,6 см против 6 ровного светочка. И за разницу в 4 грамма и 6 миллиметров длины, в стоимости добавили 10 баксов. 85 баксов против 75 за светляка. Ну, такие милые жучки, но кусачие. Ножички все же. Хотя, кто-нибудь когда-нибудь видел кусачую многоножку? Так вот, полюбуйтесь, теперь они есть! Аламик предлагает вашему вниманию аппетайзер. Даже не так, the аппетайзер. Закуска по-нашему. Маленький такой аппетитненький фолдер. Без запорного механизма, зато с мультиопциональным бэкспейсером. В четырех вариантах. Теплой, уютной отделкой и стандартным, но это они так говорят, для нас же это их фирменный стиль, геометрическим лезвием Spearpoint. Крошка. Совсем крошка, всего 10 см и едва ли 5 см клинок. Утверждают, что поместится даже в тот самый маленький пятый карманчик на джинсах. А мы-то думали, зачем он нужен?